Однажды, когда Мэйсон ехал на своем внедорожнике через национальный парк Бандипур в Индии, он заметил что-то необычное всего в нескольких метрах перед собой. Одинокий слон стоял и не двигался. Мэйсон был ветеринаром, который регулярно патрулировал большой заповедник. Он любил свою работу, потому что мог проводить много времени с самыми разными животными, включая тигров, леопардов и слонов. У ветеринара на работе был простой распорядок дня. Большую часть утра он проводит, проверяя всех животных и осматривая их на предмет каких-либо изменений или отклонений. Но этот случай был другим. Слон стоял один, а его стадо нигде не было видно. Мэйсон сразу почувствовал, что что-то не так. Он знал, что лучше не приближаться к слону слишком близко. Поэтому он припарковал машину и стал ждать. Тем временем он задавался вопросом, почему это животное осталось в этом месте совсем одно. Возможно, он был отделен от своего стада и теперь терпеливо ждал их возвращения. Мэйсон терпеливо ожидал в машине, внимательно следя за ситуацией. Несколько минут быстро превратились в час. В этот момент он заметил, что слон совершенно спокоен. Он не пошевелил ни ушами, ни хвостом. Обычно отдыхающие слоны часто виляют хвостами, чтобы отогнать мух, или поворачивают уши в сторону новых источников шума. Но этот слон просто стоял неподвижно. Уставшему доктору хотелось пойти домой и оставить слона. Но что-то внутри него заставляло его остаться в этом месте. К счастью, он это сделал, потому что при ближайшем рассмотрении Мэйсон быстро понял, что с этим одиноким слоном что-то не так. Он не мог сказать, что это было на расстоянии, но его многолетний опыт заставил его задуматься. Поэтому он решил подойти поближе и провести расследование. Осознавая опасность, связанную со своим решением, Мэйсон действовал с особой осторожностью. Он ехал как можно медленнее, стараясь не напугать животное. Слон поднял голову, когда услышал, как закрылась дверь машины. Мэйсон замер, не зная, как отреагирует мощное животное. Однако слон оставался спокойным, поэтому Мэйсон оставался как вкопанный, пока интерес слона к нему не угас, и он не отвернулся. Обычно это был момент, когда нужно было развернуться и пойти домой. Но по какой-то необъяснимой причине мужчину потянуло к слону. Он прислонился к своей машине и подождал некоторое время, пока слон не отвернулся. Затем он вышел из машины и подошел к гигантскому животному пешком с биноклем в руке. Таким образом, он мог наблюдать за происходящим, не подходя слишком близко к слону. Но то, что он увидел дальше, потрясло его. Когда линзы наконец сфокусировались, Мэйсон насторожился. Даже издалека он мог видеть, что животное отчаянно взывает о помощи. Слезы текли по его лицу, оставляя темные следы под его большими глазами. В спешке обеспокоенный Мэйсон позвонил медикам палаты и рассказал им об увиденном. Теперь, когда ветеринар наконец понял, что не так с животным, он был очень благодарен, что доверился своим инстинктам. Если бы он убежал, он, возможно, никогда бы не узнал, что этому слону отчаянно нужна помощь. Охваченный внезапной необходимостью, как можно быстрее помочь слону, он отогнал страх и пошел к нему. Меньше всего ему хотелось еще больше напугать слона, поэтому он подошел к нему очень медленно. Пока он не приблизился к слону, животное ничего не делало, а просто печальным взглядом наблюдало за человеком. Мэйсон подавил свои эмоции, встретившись взглядом со слоном. Было очевидно, что животное испытывало сильную боль. Это было действительно душераздирающе видеть. Не зная, что делать, обеспокоенный человек встал на колени в нескольких метрах от слона и обратился к нему с несколькими утешительными словами. Конечно, животное не могло понять, что он говорит, но из своего многолетнего опыта лечения животных он знал, что они часто могут уловить чувства и намерения по тону его слов. Согласно своему опыту, Мэйсон видел, как его высокий друг физически расслабляется, и поэтому продолжал успокаивать его словами, пока они ждали помощи. Затем произошло нечто невероятное. Слон опустился на колени и, казалось, полностью доверился человеку. Примерно через 30 минут ожидания ветеринар заметил приближающиеся две машины с медицинским персоналом. Он почувствовал облегчение от того, что слона скоро вылечат и, надеюсь, избавят от страданий. Когда группа помощи приблизилась, Мэйсон встал и пошел к ним. Он объяснил им, что он видел, и показал им это. Когда они увидели, что заставило его звать на помощь, они тоже были совершенно потрясены. Они никогда раньше не испытывали ничего подобного. У слона был большой абсцесс на задней части тела, и они могли только представить, какую мучительную боль он испытывал. Медицинская бригада немедленно приступила к работе. Они принялись усыплять огромное животное. Однако из-за его огромных размеров и веса доставить его в клинику не удалось. Когда медики заметили, что животное полностью успокоено, они немедленно приступили к действиям. Они вскрыли абсцесс, ввели лекарства и начали седативное лечение. Они сработали быстро, потому что слон мог в любой момент проснуться от наркоза и в страхе наброситься на них. Как только они закончили медицинскую процедуру, Мэйсон заметил, что слон шевелится. Они быстро завершили лечение и вернулись к своим машинам, припаркованным в нескольких метрах от них. Все наблюдали, как слон медленно встал, пытаясь восстановить равновесие на ногах. Через некоторое время слон начал медленно вилять хвостом, сигнализируя команде, что они хорошо поработали. Все обрадовались, когда увидели это, и решили отправиться на следующий день, чтобы вернуться на последующее лечение. Но как только они собирались завести машины, произошло то, чего никто не ожидал. Огромное животное медленно приближалось к ним. Когда он приблизился, все в команде были напряжены, но просто сидели и надеялись, что слон просто пройдет мимо. Слон миновал машины медицинской бригады и направился прямо к машине Мэйсона. Когда слон подошел к его окну, он протянул хобот и обнял человека. Этот жест шокировал всех членов команды, потому что казалось, что слон благодарил его за помощь. Этот волшебный момент довел до слез всех, кто был там, особенно Мэйсона. Через несколько минут слон тихо ушел, а люди смотрели на него с трепетом, благодарные за этот опыт, который бывает раз в жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.